Тебя наполняет радость, ты радостный. И что? Ты вот эту тарелку зашибешь. Ага! В однушке встроено все самое дорогое. Телевизор за миллион четыреста. Расходимся, ребята. Юля, здравствуйте. Здравствуй, Лена. Если бы цензура нашего канала позволяла мне верещать от восторга, я бы обязательно это сделала, потому что мало того, что мы сегодня на вашем проекте, а это всегда большое удовольствие для нас с Пашей и для зрителей нашего канала. Но кроме того, мы сегодня в вашей квартире. Я так понимаю, так как вы художник, так как вы творец, вы здесь наверняка не стеснялись в решениях. Поэтому мы с удовольствием сегодня послушаем, что вам здесь удалось реализовать. С чего начнем? Где мы находимся? Мы находимся в моем любимом ЖК Форум Сити. В моей квартире. Площадью 98, грубо говоря, 100 квадратных метров. Для меня и для супруга. Для двух эгоистов. С чего начинается квартира эгоиста? С образа и вдохновления. Как ни странно, вдохновение на подобный образ произошло за полгода до покупки квартиры. Когда моя подруга меня пригласила отпраздновать ее день рождения в Эмиратах. Эмираты мне не по карману. Я люблю европейский отдых, когда ты вот с полотенчиком на пляж, песочек под голову под греб, устроился удобно. И, собственно говоря, я получила опыт совершенно другого отдыха. Я свои проекты всегда, не важно для себя, для себя особенно и для людей, выстраиваю таким образом, чтобы мы видели максимально красивое, приятное, эстетичное, чтобы наш мозг перерабатывал и получал удовольствие. Мы даже периферийным зрением, мы будем с вами смотреть друг на друга, но мы периферийным зрением видим кучу вещей. И для меня важно, чтобы люди наполнялись, напитывались и насыщались только позитивным, только лучшим. Для того, чтобы, выходя потом из дома, мы несли лучшее в мир. Вернемся к Эмиратам. То есть вы, полежав на хорошем лежаке, увидев фотоморгану, словили какое-то чувство, которое привнесли вот в этот интерьер. Да, да. То есть я тогда словила вот это вот чувство безмятежности. Я его прямо поймала, и мне захотелось его где-то реализовать в проекте. Путешествие – это всегда большие эмоции, особенно для дизайнера. То есть дизайнер, который не путешествует, это не дизайнер. Он должен наполняться, насыщаться знаниями, эмоциями, которые он потом может воплотить в жизнь. Вдохновение, да. И неважно где. То есть я не предлагаю путешествовать там непременно в Эмираты или в Европу, но там, где ты можешь насыщаться. Потому что у каждого свой уголок, где он обогащается и насыщается, да, вот этим. Потом ты начинаешь понимать, что ты вообще на этой планете путешественник. И причем у тебя путешествие коротенькое-коротенькое. И так грустно, что люди не ценят жизнь собственную и других. А она всего вот такая коротенькая. И приходит вот это вот вообще глобальное понимание, что я хочу здесь сделать. То есть появляется песок, потому что первые путешественники для меня это кочевники в песках. Должна отметить, что мы ездили на выставку в период пандемии. И интерьер поменялся в корне. Потому что если до этого это вот в интерьере преобладали чистые линии, как вот сейчас принято все научились говорить, без визуального шума, без визуального мусора. Вот интерьеры, да? Так вот, наши дизайнеры продолжают об этом говорить, но все поменялось. Сейчас хотят визуального мусора и шума, но только более сложного, не пустого и ненужного. Потому что итальянцы, они же пострадали очень сильно. То есть мы пандемию пережили, я бы сказала, легче, чем другие страны. Мы живем в квартирах. Европейцы все-таки, они живут в своей стране, не в квартире больше даже, да? Я бы так сказала, они живут снаружи домов. И они были этого всего лишены. Но появилось время, и появились сложные предметы, сложные дизайны. Ушли вот эти чистые линии, отсутствие вот всего. Потому что, ну вот представьте, если вас посадили, там, условно на полгода, и ты на чистые линии полгода смотришь. Ну ты как бы, тебе через неделю стало скучно. Можно не чистых линий, а можно чего-то сложного? Мне здесь хотелось как раз вот как-то наполнить предметами, которые мне нравятся, дорогие. Я считаю их произведением искусства. Тенденция поменялась. И, соответственно, вместе с этим ушли чистые стены, да, крашеные. Потому что до пандемии в целом актуальна была покраска. Появились текстуры. Текстуры, ну не как раньше, там, например, венецианка, да, что-то переливается. Нет, матовая однотонная, но что-то вот песчаное, что дает глубину. Мне нужна была текстура песка, то есть вот это у нас пустыня. И мне New Home предложили. Я вообще небольшой поклонник обоев, мне они нравятся, но я использую крайне редко. И мне Софья, значит, показывает, и мы с ней смотрим обои. Я такая, ой, обои похожие на песок. Немецкие обои, как раз какая-то новинка вышла. Мы идем по песку, у нас проваливается нога. И тебе надо, чтобы ты тоже провалился в этот песок. Поэтому тебе нужна немножечко другая плоскость. Они покрашены только. Это обои под покраску. И когда ты покупаешь обои, вообще я знаю за собой, тебе говорят, шва будет не видно. И тебе очень-очень хочется верить, что шва не будет видно. Но его всегда видно? Его почти всегда видно. Но это тоже зависит от рук. Но его может быть видно чуть больше, чуть меньше. Если человек старательный, его будет меньше видно. На расстоянии, на которые мы воспринимаем стены, ты никогда не будешь видеть этот шов. Ну, мне было как-то с этим проще справиться. И мы вот приняли решение, что мы все-таки не декоративку будем делать, а будем делать вот такие обои под покраску. Но которые имитируют песок. Проект я назвала «Мираж безмятежности». Потому что мы понимаем, что безмятежность на всю жизнь ты ее не построишь. Это мираж. В песках мираж, фатоморганом мираж. Я хотела это создать вот именно цветами, предметами. Мне было выбрано ни одного предмета случайно. Да, то есть они все осознанно выбирались. То есть если вот говорить об этом диване, то мы, человек, когда сидит или отдыхает, да, то они под руку, ну, делают подушки, вот какие-то ролики, которые ты можешь облокотиться. Да-да-да, поэтому появился именно такой диван, а не другой. Или о коврах, да. Если мы представим палатку кочевника, да, у них много ковров, да. Такая группа столиков. По цветам именно. По цветам, да, яркие. То есть мне хотелось, чтобы общий концепт, он был вот однотонный, потому что пустыня, куда ни глянь, у тебя один цвет, да. Но есть оазис, где вот что-то цветут цветы, и мы поливаем, благоухают наши растения, да. Птицы здесь тоже не случайно, они уж это вот путешественники. Мы у них, наверное, научились, да, летать, самолеты строить, и это нам позволяет путешествовать. У нас используются легкие стеллажи, ножки-цапельки. Столик тоже неспроста, потому что ножки. В другой социальной сети я известна как блогер-стилист и мастер подборок стильной одежды для модных девчонок. Но на ютубе вы нас знаете как интерьерных исследователей. Но красота, она повсюду, и особенно весной, хочется преображений как никогда. Именно поэтому я создала для вас подборку товаров для весеннего обновления вашего дома. Позиции, которые добавят уюта, любви и мягкой роскоши любому дому. Обновите постельное белье нежных оттенков. Просыпаться на таком от ранних лучей солнца будет в удовольствие. Купите свечи, когда к вам придут друзья, или вы устроите романтический ужин своей второй половинки. Все оценят вашу подготовку. Закажите новую посуду в цвет вашей кухни или наоборот акцентную. Баловать себя с завтраками и ужинами, как в ресторане, одно сплошное удовольствие. Все перемены легко доступны с Озон. На маркетплейсе Озон огромный выбор товаров для дома. Мебель, посуда, текстиль, декор и многое другое. А еще выгодные цены, удобная доставка до пункта выдачи заказов или до двери, бесплатный возврат. Переходите по ссылке в описании и выбирайте товары для дома. Или сканируйте QR-код на экране. Отсылаясь опять же к кочевникам, телевизора здесь нет? Ну, во-первых, если вы, когда закончите работу и сядете уставшие вот здесь на диван, вы поймете, что есть единственный телевизор. Это вот это окно, потому что все когда туда садятся, говорят, так здесь телевизора не надо. На самом деле здесь телевизор предполагается и он будет. Вот снизу вот здесь все необходимое для телевизора. Просто он предполагается на ножке. Я даже выбрала модель Бенко Фоловсон, он на ноге. Просто стоит миллион четыреста, надо еще заработать на него, да. Телевизор за миллион четыреста, расходимся, ребята. Нет, 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 это не самый дорогой телевизор, потому что другой телевизор, который сюда тоже подходит, он вышел, уже цены озвучены, но они еще, продажи нету. Это, кстати, LG. Это пять миллионов, это пять миллионов, вот он так раскручивается и выезжает. В некой тумбе небольшой, очень низкой, тумба вот всего вот такая, вот такая. Ну тут мне хотя бы понятно, почему столько стоит, а тут почему миллион четыреста? Лада Калина, да, она тоже едет. Но есть еще Мерседес, который едет, есть Кашкай, который едет, есть Ламборджини, который едет. Ну и каждый для себя выбирает, то есть что ему по карману и что ему по любви. На чем ехать? Да, вот чтобы дух твой отражало. А возвращаясь опять же к телевизору, там мы видим розетки и розетки встроены в плинтус. Плинтус это та же самая плитка, которая на полу. Да, 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 это делалось умышленно, это не так удобно для клиентов, я стараюсь всегда все-таки спросить, и мы чаще всего делаем на высоте там 250-350 от пола. Себе я решила сделать не так удобно все посадочные места, то есть все идет в сторону окон, и мне не хотелось видеть на стене какое-то большое количество розеток. Именно поэтому я постаралась их вставить в плинтус, для того чтобы они менее заметны были. Ну и в целом здесь была задача защитить стены, и, ну, наверное, это более бюджетно в исполнении, чем плинтус, который вот парящий. Я тут такие рулонки выбирала, которые защищают меня от солнца, но не закрывают мне город, потому что мне глухие такие моменты не очень нравятся. То есть это сценарий может быть, что они все опять одновременно закрываются, открываются, и, естественно, сценарий, когда они по отдельности. Вы их закрыли чем? Что это? А, это просто лист гипсокартона, нет? Это лист гипсокартона, причем строители всегда сопротивляются, я уже так делаю лет 10, но они всегда, кто первый раз со мной работают, сопротивляются. Потому что лист гипсокартона, да его там поведет, да порвет, да всякое. А обычно делают, чтобы было жестче, делают два листа гипсокартона. Но я когда снизу вижу, вот когда мы делаем с вами плинтус потолочный, и у нас два листа гипсокартона, это, в принципе, смотрится достаточно гармонично такой объем. А когда мы просто такой карниз оставляем без декоративного какого-то элемента, то его толщиной 2 сантиметра видеть не хочется. Окей, соглашаются, делают, и все нормально. Юля, потолок покрашен той же самой краской? Да, 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 в тот же самый цвет. Моя позиция кухни не может быть просто кухней, потому что она стала главным персонажем. Но это я топлю давно уже, и я во всех ваших роликах, мне кажется, тоже топила. И оппортунитады, и прочее. Да, 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 я топила за кухню, потому что кухня, во-первых, это позиция хозяйки или хозяина, кто главный на кухне, да. И это всегда ты стоишь вот здесь. Я здесь жила вот 3 дня, я на диване еще лежала только 2 раза. Я была в основном вот здесь. То я попить, то мне, значит, собакам налить воды, то еще что-то. То есть вот это стратегическая точка. Вот в жизни людей стратегическая точка – это рабочая поверхность и раковина. Неотделимые они друг от друга. Нельзя рабочую поверхность делать здесь, а мойку там. Потому что мы начинаем метаться, мы останемся там, где мойка. Я все время обращаюсь к воде по какой-либо причине. Это не потому что я посуду здесь, например, буду мыть, хотя я мою посуду. Сюда мы уже ставим то, что способно без нас производить некие действия, да. Вот здесь и здесь – это только то, что мы производим. Кухня – это самый дорогой предмет в вашем интерьере. Не важно, бюджетный это или дорогой, это будет самая дорогая, это будет кухня. Еще и за счет техники, потому что она насыщенная ей. Плюс это большой объем, который мы будем видеть с любой точки. То, сколько стоит, тот и главный, да. Сделать кухню незначительной, ну, как бы в моем представлении неверно. То есть ты ее видишь с любой точки. И еще я вижу с этой точки, я вижу все. Вот, я вижу весь мир, я вижу свой мир, я вижу, как они пересекаются. То есть все точки очень красивые. Я этим наполняюсь и насыщаюсь. Лен, удалось? Кухня как кухня? Ну, конечно, кухня не как кухня. Я думаю, что… И при этом она как кухня. Ну, при этом она 100% кухня, то есть не возникает ощущения, что это что-то другое. Такая идея появилась, ну, несколько лет назад у итальянского бренда Чезар. Как только я увидела их новинку, я влюбилась. И мне очень хотелось воплотить вот это вот в жизнь, такую вот легкость. Как вы думаете, ваши заказчики согласились бы на такую кухню? Я думаю, что не все, потому что, ну, кто-то думает, что полок много, да, и нужно протирать. Ну, у меня на это всегда аргумент простой. Вы хотите в туалет, вы же не ходите под себя. Вам нужно дойти куда-то, снять штаны. А если вы вдруг в комбинезоне, то вам вообще раздеться до гола. И тогда только вы смогли сделать пипи. Какая проблема протереть полку, если это красиво? Вы же ради красоты завиваете волосы долго-долго. Никого это не смущает. Но полки протирать, это тоже какой-то хайп. Ну, полки, и что? Полки. И протираете, зато это красота, которая вас наполняет, насыщает. Поэтому для меня нет проблем. Но я понимаю, что для кого-то это проблема. Не вопрос, есть другие кухни, есть другие решения. Просто я поняла, что эта кухня достаточно вместительная. То есть, если здесь живут два взрослых человека, то это более чем достаточно. Но у людей, у некоторых есть представление, что, ой, они не войдут. А я потом заглядывала к клиентам в шкафу, а там пусто. Я говорю, что там ничего не стоит? Пробежимся по функционалу? Конечно же, мы за панелями что-то скрываем. Ну, вот тут вот хранение с выкатными ящиками, на самом деле, хранение и здесь есть. Ну, я понимаю, что это хранение уже не кухонных аксессуаров, а чего-то. Белочные игрушки, что-то, то, что ты редко эксплуатируешь, потому что... И даже одежду можно сезонную здесь хранить, да. Естественно, посудомойка. Как же современная кухня без посудомойки? Вот эти ручечки мы придумывали с Ириной. А здесь холодильник, как и полагается. Морозилка. Ну, собственно говоря, это уже глухая панель, соседствующая с санузлом. Ну, и, соответственно, вот здесь это хранение посуды, которая помыта, ожидает подачи. Здесь ложки вилки. Здесь у нас барочная с вытяжкой, соответственно, у нас вот этот вот объем скрыт. Для чего-то тоже очень глубокого, мелкого. Соответственно, здесь вот мы за фасад тянем, а здесь мы нажимаем ногой. И, собственно говоря, вот мне кажется, что для кастрюль и сковородок вот два ящика вот так достаточно. То есть посуду, которую я использую, она ближе. Посуда, которую я для подачи, вот она тоже здесь. И что-то еще хранение какое-то. Это все функциональные ящики. И вот здесь продукты питания. По раковину я всегда стараюсь брать минимум 50-ю, максимум 70-ю. 70-е это очень удобно. Вот если вы один раз помыли хотя бы тарелку в 70-е, вы никогда не возьмете 50-ю. Никогда в жизни. Вот мы можем сейчас продемонстрировать, да, то есть красивая тарелка, она на сегодняшний день это 28-33 сантиметра. Вот представьте 50-й, ты вот эту тарелку зашибешь. У тебя может появиться желание помыть. Потому что сейчас я вообще слышала, что там какой-то тренд. Хотя я словила это еще вот 10 лет назад. Когда ты имеешь вот такую позицию, что у тебя весь мир у твоих ног, да, фактически. Мы знаем, что вода, теплая вода, это перезагрузка, это медитация. И тебе нравится, когда течет вода. Вот ты пришел уставший, и ты в целом не готов мыть посуду вот за всеми. Но если ты перекусил, то тебе кайфово взять красивую тарелку. Нет, битую тарелку, старую, замызганную, вы не захотите мыть. А когда вы приобрели красивую посуду, это своего рода медитация, переключение. Ты концентрируешься на этой тарелке, потому что она красивая, она тебя переключает. Ты ее вот так водичкой и губочкой моешь, губочкой в цвет. Ну, это я перфекционист, да, такой, то есть я это за арахом из Испании притащила губочку. Но это ты делаешь не тогда, когда тебе нужно, а тогда, когда ты это хочешь. И ты в 50-й мойке, ты ее просто сразу же сломаешь. И в целом, что бы ты тут ни делал, понимаете, у тебя вот крылья расправлены. Ты вот не так стоишь зажатый, такой, не влажу. По эстетике смесителя, Юля, вижу, что это тоже какая-то Италия. И скорее всего это Чио. Да, это Чио. Они технологичные. Экономия. Экономия, это сейчас Европа вся прямо сильно задвинута на эту тему. Экономия. Экономия воды меньше платить, они же дорого платят. Это экономия, они обязательно не думают. Зрители, конечно, повеселятся, когда скажут, что мы сэкономили, не купив смеситель за 5 тысяч, а купив за 1000 евро его, но будем экономить на воде. Нет, ну это приятно знать, что ты заплатил, в общем, не зря. Не, ну безусловно, мы платим за красоту. Вы же выбираете, жену идут выбирать какую, которая мне нравится, никто же не берет экономную некрасивую жену. Про мужа не могу так сказать. Муж не обязательно, чтобы красивый, надо чтобы надежный. В общем, выбирайте смеситель как жену красивый и как мужа надежный. Юрий, я бы спросила, как здесь в принципе появился того же цвета объем на потолке? Потому что здесь у нас идет система кондиционирования и вентиляции, и соответственно, да, и нам нужно опустить, потому что у нас идет оборудование. Удачно все завязалось вот в шпанированных панелях. Мода на рейд, скажем так, не прошла? Ну, во-первых, на шпанированной панели мода вернулась. Просто мы очень часто делаем разумные сейчас бюджеты, разумные проекты, и они не предполагают такой вот траты. Но ощущение, которое дает дерево, оно, конечно, неоспоримое. Был выбран дуб, чтобы было очень деликатно и ни в коем случае никакого пафоса. Юля, я вижу форсунку. Да-да-да, мы здесь сделали увлажнение, но как бы я из тех людей, которые дизайн любят больше даже, чем себя, изначально это появилось для нашего дерева. Потому что даже не массив, даже шпон, он очень сильно капризничает, да, когда ему сухо, ему прямо плохо. Но я уже ночевала с этой системой, класс. Единственное, она шумит, конечно, вот это вот впрыскивание идет, но, наверное, ты как бы привыкнешь к этому. Но атмосфера по влажности прямо реально круто. У тебя нос по-другому дышит. В спальне тоже есть, естественно, вот эта вещь. Юль, что это за выключатели? Это тоже мои любимые выключатели. Это производитель Art Arno. Это небольшая французская мануфактура. Они делают вот эти элементы, а интегрируются внутрь механизм Legrand. Это лучшие тумблеры. То есть я тумблеры, ну, потому что я за это заморочена. И я щелкала тумблеры все, какие видела. Это лучшие. Пока это лучшие тумблеры из тех, которых я знаю. Конечно же, из наших отечественных брендов победил Центр Свет. Эстетика лучшая у Центр Свет. Но сейчас они поняли, что техническая сторона вопроса тоже очень важна. Потому что вот мы ошибочно называем все дизайнеры, называют этот свет техническим. На самом деле это основной свет. Он называется основной свет. И интерьерный свет. Это там, где атмосфера в интерьере. Это люстры, это какие-то там торшеры, настольные лампы. То есть здесь весь основной свет, вот те споты, да, вот то, что тут на рейке, это все Центр Свет. Да, это Центр Световские светильники. Ну, у нас еще есть вот этот вот основной светильник. А это дресс-вулл, это итальянцы. Они в Россию не возят. Юль, ну вот у вас и кухня, не совсем кухня. И прихожая, как мне кажется, не совсем прихожая в классическом понимании. Я не люблю коридоры. Потому что ты должен за них заплатить и ходить по этим темным коридорам. А ты в них не находишься. Меня смущает трата денег на коридор, который ты потом... Ну, просто проход и все. Еще и темные очень часто. Поэтому, конечно, когда я попала в эту квартиру, я понимала, что здесь главная фишка – это окна. И тот свет, какой есть, да. И что я не имею права просто делать здесь какие-то коридоры. Я должна зайти и сразу же попасть в достойное пространство, да. Поэтому возник вот такой стеллаж. Это на самом деле достаточно традиционный прием. Тогда, когда зонировать, да, это может быть стеллаж, какая-то легкая стенка из стекла, там, поворотные панели. Есть разные вариации таких приемов, когда мы делаем коридор неглухим. И это всегда очень красиво обогащает гостиную, когда в ней есть стеллаж. Потому что это полки, это вот стена оформленная функционалом, не декором, который вот... Деньги потрачены, он не функциональный, да. Это все-таки является и декором, и функционалом. И мы это завязали с кухней, чтобы это было как-то в одном ключе. Если бы я сделала какие-то рейки, они были бы нефункциональны, да. Здесь можно хранить книги, библиотеку, пожалуйста. Ну и, соответственно, вот здесь также в рейке, как кухня спрятана, также интегрированы шкафы. Здесь два шкафа для верхней одежды, дальше идет глухая стена, потому что тут была такая идея, что мы закрыли, и мы не видим даже, что у нас есть еще какая-то комната. То есть вот эта зона, она единая такая, цельная, и мы даже не представляем, что там есть еще у нас что-то. Расскажите вот про эти предметы. Аналог – это итальянский бренд Living Divani. У них есть некоторое количество таких арт-объектов. И тут я прихожу на камнерезку, а там у ребят вот такие прямоугольники стоят. Сегодня мне из этих болванок вырезали вот эти цилиндры. Цвет этот больше нравился, потому что у фирменный он либо бетонный идет, либо в черном мраморе. Ну, то есть это не моя идея, но мне она очень как бы близка нравится. То есть это то, что ты вот быстро зашел, то есть не оставить здесь на три дня, да. Юля, у нас тут появляется первая дверь, дверь в гостевой санузел. Ну, так скажем, мой любимый бренд Римодезио, я не могла себе отказать в удовольствии иметь у себя в квартире этот бренд. У них даже производство очень технологично, я на этом производстве была вот в пандемию. Ну и нужно не забывать, да, эстетика. Официальный представитель, как бы триумфальная арка, я с ними вот работаю столько, сколько я работаю с клиентами. Это гостевой санузел, поэтому хочу сказать, ну, понятное дело, тут тоже Чео, да, но Чео здесь выбирался именно прогрессивный смеситель. Он включается только в одну сторону, и как только вы его включаете, это идет холодная вода. Дальше двигаете, у вас идет теплее, теплее, теплее. Напор увеличивается, и температура увеличивается, да. Соответственно, здесь просто ящики. Тут, понятное дело, система хранения. Так как здесь сушку ты должен в любом случае заносить сюда, в санузел, потому что отдельного пространства нету. Но, если у нас какая-то мелочевка, то мы можем просто трусики-носочки, ну, буквально это вот для нескольких предметов, на всякий случай, чтобы это было. И, соответственно, здесь тоже ящик с хранением. Ну, а здесь уже, так скажем, зрителям вашего канала небезызвестные кнопочки Чео, сантехника Чео. Ну, дизайнеры любимые, потому что у них очень много разных интересных позиций. Цвета тоже красивые. Стиральная машина. И, поскольку я вот лично люблю стиралку, я не люблю сушилку и не люблю совмещенный, то мы на всякий случай предусмотрели, что вдруг сценарий жизни, в общем, тебе потребует сушить все-таки сушилки. То мы сделали как бы съемную вот эту полку, которая позволит сюда установить сушилку. Юль, я зашла только что в спальню и обратила внимание, что здесь появилось больше текстиля в элементах. На шкафу шторы здесь уже совсем такие уютные, текстильные. И какое-то сразу такое обволакивающее впечатление, какой-то мягкости и вот прям желание провалиться здесь и прямо сладко спать. Значит, я сделала все правильно, потому что вы все правильно почувствовали. Потому что, ну, мы же помним, что у нас же пустыня, у нас же шатры, да, и там люди, вот, южные страны, это балдахины, да, какие-то вот защищающие такие. Но я не люблю балдахины, да, но ощущения я хотела эти получить. Именно поэтому была выбрана именно эта модель кровати, шторы, это прямо шерсть, ну, типа там, как будто бы, да, скажем, верблюжье. На самом деле я не знаю, какая шерсть, да. Если ты обратишь внимание, увидишь, что тут швы не обработаны, то есть это все это тоже, да, умышленно как бы делать. Мне хотелось вот этой какой-то натуральности. Вот люди из шерсти одежду делают, а Юля Уфимцева шторы, я первый раз вижу шторы из шерсти. И, соответственно, мне захотелось сделать панели шкафа текстильными для того, чтобы они мне дали вот эти вот ощущения вот этого какого-то балдахина, да. Ты провалился, закрылся, ты весь такой в текстиле как бы, да. То есть это вот как можно образами работать. Ну, в образах ты опять же можешь работать либо когда у тебя клиент продвинутый, либо когда ты делаешь проект под себя, потому что, ну, не каждому человеку ты донесешь, что за образ надо там вот какие-то деньги заплатить, да. А тут тебе, чтобы воплотить что-то, да, тебе нужно, возможно, на какие-то вещи потратиться. Да, например, там шерстяные шторы. Люди доходят до текстиля в самом конце, они уже очень часто устают от стройки, от трат. Частенько выбирается экономные турецкие, хорошие, ну, турецкие ткани. То есть я все-таки это стараюсь делать в процессе и не идти на компромисс. То есть вот я для себя не хотела идти ни на какие компромиссы. Плюс светильники, то есть и главное люстра и светильники, они тоже работают вот на этот образ. И мы, так скажем, доработали модель итальянцев, вложили в нее тоже душу и улучшили ее, потому что мы добавили светильники. И тоже, Лена, обрати внимание, вот эта толщина, то есть это нам пришлось разобрать светильник и трансформатор убрать под кровать, тянуть трансформатор под кровать для того, чтобы здесь вот вошло вот в эту толщину. На самом деле мне Катя, управляющая Центром Светом, очень хорошо помогала. Она говорит, Юль, так вы разберете, скажите электрикам, вы разберете. Все, короче, мы исполнили, сделали, великолепно это смотрится, то есть это функциональная часть, это, безусловно, атмосферная часть. Ну вот таким образом мы доработали его оригинала, это просто кожаные хлястики идут, а мы его добавили именно пряжкой, чтобы было ощущение чемодана. То есть вот чемодан, мы путешественники. Ну и, наверное, Лена, я хотела бы тебе рассказать про вот этот столик, потому что когда я покупала в Прауди этот столик выбирала, то есть меня зацепило, что это камень идентичный с камнем, выбранным для вешала. Но когда я его потрогала, думаю, хлипкий какой-то. Я думаю, ну ладно, я же на нем ничего делать не буду, поэтому то, что он такой хлипенький, выглядит, ну не страшно, да, то есть здесь должен лежать только телефон. Но когда я была на Мальтене, на фабрике, и, естественно, специалисты там очень профессионально рассказывают о своей фабрике, да, и оказывается, это столик панакота. Ага, да, панакота трясется. Панакота трясется, да, и все. Я думаю, что мне сразу-то не сказали, я бы даже на него не подумала, что он хлипенький. Я бы подумала, панакот. Вот что значит история. Продается история, помним об этом. Мы занесли ковер сюда. И ковер сказал, нет, я здесь лишний. Я была поражена, потому что я тоже думала, что я вот здесь сделаю ковер, и это добавит как-то уюта. А стало казаться, что перебор, убери меня. Но здесь есть теплые полы. Вообще во всей квартире сделаны, потому что когда я делаю клиентам или себе, неважно кому, мы делаем плитку во всей квартире, мы должны заложить все-таки теплые полы на тот случай, когда что-то пошло не очень комфортно. Или, например, да, у нас может быть влажное лето, у нас может быть ранняя осень, да, и нам с вами не включили отопление. И если мы с вами на деревянном полу, мы нисколько не согрелись, то есть дерево не является проводником, он выглядит теплым, он не является проводником тепла, он будет холодным. А вот плитка – это хороший проводник тепла, поэтому в таких случаях мы просто включаем пол, и весь дом мерзнет на паркетных полах. А нам тепло, а мы греемся. Да, ты тратишься на это. Теплый пол, раскладка, сам теплый пол – это стоит денег. Плюс датчики стоят дороже всего. Но это стоит заложить, если вы решили сделать плитку. Для того, чтобы вы были подстрахованы, и вам было комфортно. Что за рога на стене, Юля? Рога, да, хорошо, рога. Вешала, ленивец. Это вешала для того, чтобы халат повесить, или там пиджак, да, ты вот не захотел в данный момент развешивать его, вот так накинул быстро и все. Такие детали, они вкусные для меня детали. То есть это о том, что вот иногда надо тратиться на такие вещи, потому что ведь это не то, что все обратили внимание, и ты точно так же ежедневно видишь этот предмет, который тебя радует. Тебя наполняет радость, ты радостный. Выходишь на улицу дарить радость другим. А почему Юль двери в пенал, чтобы сэкономить? Да, да, то есть сэкономить пространство, места не так много, и тут продумывались каждый сантиметр, чтобы это не мешало. Потому что вообще я очень часто люблю, когда такие пространства открыты. Здесь не видно унитаза, да, то есть эстетика этого пространства, она великолепна. И почему я не должна ее видеть, да? Я очень часто в таких местах люблю держать двери открытыми. И, соответственно, когда дверь на распашку вот торчит, это опять же потеря эстетики. В данном случае это и статическое решение, и функциональное, потому что мы не крадем вот пространство ни там, ни здесь. Но хочу сказать, что самые удобные двери это стандартные двери на себя, с открыванием на себя. Это самые удобные. Но у нас есть разные стратегические задачи и разные исходные данные, исходя из которых мы принимаем решение, так сделать или иначе. Здесь, безусловно, как бы это решение очень осознанное, осмысленное. Юль, вы не из тех людей, которые любят поваляться в ванной? У нас, так как есть дом, и у нас там есть ванна с окном, да. Поэтому, конечно, здесь лежать в ванной без окна... То есть, я поняла. Да, да. Но и динамика жизни тебе на сегодняшний день все-таки не всем позволяет вот так вот расслабляться, ты все равно в каком-то вот таком вот движении находишься. Да, да. Это все то же самое Чиела и, естественно, Чео. Потому что мне, если честно, не нравится дробить бренды. То есть, если мы уж используем в квартире, то используем. И на самом деле, здесь инсталляция используется ТЦ. То есть, Чео работает с ТЦ. ТЦ – это мой любимый бренд по инсталляциям. Если вы до этого момента не обращали внимания на смывы, то после того, как я вам скажу, вы будете зациклены на смывы, да. Вы будете обращать внимание на звук и шум слива унитаза. Звук зависит и от инсталляции, которая зашита, и от самого унитаза, как он отлит. Это самый безшумный звук, но он зависит, говорю, он не только от инсталляции зависит, он еще зависит от унитаза. И если вот мы там возьмем бумажку, да, смоем, то есть, какое количество воды, то есть, расход воды на смыв, да, какой звук идет, когда вы смываете. То есть, вот это самый приятный звук, какой я слышала, во всяком случае. Маленькое количество воды, ну да, я не сэкономлю на ламборджини. Нет. Стоимость кнопочки перекроет. Перекроет. Ну, стоимость кнопочки – это, ну, как бы эстетика. Потому что у каждого в профессии есть деформация. То есть, любой человек трансформируется и деформируется, да, в своей профессии. И поэтому, конечно же, ну, нужно понимать, что дизайнер – это человек, который несет в мир клиентов эстетику, красоту, да, потому что, ну, иначе где? Ну, то есть, самостоятельно это сложно, если ты не погружен. А клиент уже под свои задачи и возможности он выбирает для себя. То есть, я предлагаю клиенту всегда выбор. Что хотите? Такое-такое. Экономим, не экономим? Нравится, не нравится? Моя задача – предложить максимум. Но мы должны осознанно выбрать под конкретного клиента и под конкретный проект. Я, значит, читаю про дизайнеров вот этой раковины. И я читаю, что они вдохновлялись путешественниками, кочевниками, потому что вот эта вот тренога, условно, тогда же, ну, не было трубопровода, да, то есть, это где поливалась из кувшина вода в некий тазик или там сосуд. И я такая, ну, все. Все совпало. Все совпало. Ну, то есть, получается, что вот это все цельное. Да, это все цельная композиция. Для меня это, в общем, существенный бюджет занимало, но я считаю, что с очень большой отдачей. Юль, говоря про бюджет, мы здесь цифры никакие не называем, правильно? Смотрите, вы даже вот можете это записать. Почему я не люблю цифры? Потому что я не первый канал. Потому что я не хочу людей раздражать. Потому что кто-то живет в какой-то не очень продвинутой деревне, да, например, или городе небольшом, да. И когда мы начинаем говорить о цифрах, то, что для меня не дорого, для человека дорого, ему болезненно. Он опять начинает, да, там, условно, гневные какие-то строчить. У него желчь выходит, и он начинает писать. Он сам отравляется. Я не хочу людей отравлять цифрами, да. Поэтому я не сторонник цифр. Заходят в стройку заказчики, да, дизайнер должен примерно его проинформировать о стоимости проекта. Но это происходит часто, не в аудиторию, да. Но я, Юль, как раз на это по-другому смотрю. То, что мы несем все-таки образовательную функцию для людей, и мы должны давать им какие-то ориентировки. И они сами очень часто у нас просят, чтобы мы давали им эти ориентировки. А когда мы про них не говорим, почему люди раздражаются? Потому что они маленько не в курсе, да, цены, не в курсе того, что творится на рынке. И когда они там видят, когда им называют там цифры 5, 10, 15 миллионов за ремонт, они такие, о боже, как так? А если бы мы им постоянно, регулярно про это рассказывали, показывали, тогда такой реакции возможно бы уже и не было. Ну, Паш, я не соглашусь, потому что, ну, блин, слишком большой разрыв. Потому что, ну, окей, вот, ну, кого порадует там 30 миллионов. Многие, опять же, удивляются и поражаются, когда стоимость ремонта подходит к стоимости самой квартиры. А это всегда так было? Это нормально? Это нормально. Это было, когда я покупала в 2003 году квартиру. Это было нормально. Тогда вообще было нормально. Ты по-другому не мог. Ты платил за квартиру 70 тысяч долларов, и 70 тысяч долларов у тебя стоил ремонт. Вот у меня квартира так и стоила. Но нужно понимать, что это не абсолютная информация, потому что это зависит от площади квартиры. Чем меньше площадь квартиры, тем дороже квартира. Потому что, если мы берем однушку, да, у нас в однушке встроено все самое дорогое. К двушке и трешке добавляются только кровать и шифонер, условно, да, и письменный стол. Я вам скажу, то есть вот эту кровать, окей, вот цифры от меня, оригинал стоит миллион. Мы ее создали, ну, условно, тысяч за 250. Ну, и кровать можно за 60 тысяч купить хорошую, да? Ну, вот цены вот такие. Но оригинал стоит миллион. Суть в том, что дизайнер всегда должен исходить из бюджета заказчика. Правильно? Или какой подход грамотный? Ну, вот разный подход. Понимаете, вот утилитарный, это, безусловно, дизайнер должен исходить из возможностей заказчика и извернуться, сделать так, чтобы было красиво и эстетично, и прогрессивно за деньги заказчика. Но, опять же, никто не исключал творческого подхода, вот тот, который мне тоже нравится. Когда ты художник, когда ты создаешь образ, ты не имеешь границ, ну, финансов, ну, условно, границы всегда есть, но ты можешь творить. И когда ты творишь, ты не можешь думать о деньгах. Мне хотелось реализоваться как творческому человеку. И мы приняли решение, что мы можем позволить мне это сделать. Но ведь не все заточены на это, и заказчику нужна квартира. А ты должен уметь, так как ты профессионал, ты должен уметь из его бюджета сделать вкусняшку. Он напитывается вкусняшкой, а не какашкой, и выходит, он несет это в мир. Он становится добрее, он становится лучше. Ты окружающих можешь желать делать счастливым только тогда, когда ты понял, что такое счастье, когда ты сам счастлив. Если ты сам несчастлив, ты не можешь это транслировать. Друзья, мне кажется, проекты Юлии Уфимцевой всегда очень глубокие и очень интеллектуальные. И я очень рада, что у нас есть с Пашей возможность транслировать и показывать их вам. Но, как вы знаете, во всем важен обмен, в том числе энергетический, поэтому нам с Юлей и с Пашей будет очень приятно, если вы будете ставить лайки, писать ваши комментарии. Я также напоминаю, что под видео вы можете найти целый плейлист, который так и называется Юлия Уфимцева, и посмотреть по нему все ее предыдущие на канале «Проекты». И также там вы найдете ссылку на Юлию, на ее социальные сети и на всех тех производителей, которые Юля рекомендует. До новых встреч! Обнимаю вас! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова